Напомню, где ты работаешь? В Амазоне! Ну, DevOps-инженер, сайт Reliability Engineer. Она называется сезонная. Уровень алкоголя моей крови был достаточен для того, чтобы работать на Амазоне. У меня зарплата в часа 19.50. У меня 95% коллектив это черные. Я ухожу с этой игры. Привет, друзья! Это продолжение темы работы моего брата на складе Амазона и как мы отметили его первую зарплату. Олежек опять пришел с работы. И опять что-то дали. Ну, в первую очередь... Так, это у меня термос. Это... Сейчас, подожди. Это у меня жилетка. Жилетка, пропуск, ничего. Перчатки, ничего себе. Так, ну, сначала просто снеки, как... Ну, как хотел сказать, как съедал. Но не как съедал. У нас, как я понимаю, раз в неделю, раз в две недели. Я два взял, мне нравятся такие. Раздавали. Можно было брать какой-то чупа-чупся. Чупа-чупся. И вот потом, в конце рабочих дня, что все-таки дали. Что все-таки, я не знаю. Ну, чего себе. Что это такое? Что у нас здесь? Сейчас непонятно. Ручка. Маленький. Ай, ясом. Ну, у меня в жизни ручки не хватало. Еще крейсеры. О, подожди, вот это прикольно. Лотерея, да. Лотерея. Ну, ты же по порядку. Лотерея. Ну, вот это мы уже видели, вот такие крейсеры. Ну, да, мы это крейсеры, лотерея. Сейчас в лотерею надо будет поиграть. Ой. Что? А, еще один. Звезда. Звезда. У нас таки можно. За то, что ты делаешь. Олег, а ты знаешь, это как вот эти вот не скауты. Тебя нахер не ищу звезда. Safety, throw, team walk. Безопасность через командную работу. Вот все, Олег, теперь тебе это все придется довесить тебя на свою жилетку. Брелок в виде жилетки. Жилетка. И don't give up. Не сдавайся. Это что? Мячик какой-то. Антистрессик. Все. Что тебе это за твою, как бы, работу? Все раздавали. А, все мы раздавали. Класс. Ну, что, давай джекпот выигрывай. Олег, вот это ты трудовик производства. Тебе надо будет эти значки все теперь куда-то повесить. Пакетик такой. Почти выигрывай. Смотри, 7. Не 7. Бор. Бор. 7. Ну, выигрывай. Ну, надо все семерки. Вишня. Семь. 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 Ну, все. Олежа, камлетик сегодня с утра приготовил. Какой? Нифига себе. Ох, красиво. Крутие-крутие. Немножко уже припало. Так вообще еле в сковородку помещалось. Надо было снимать, когда он под крышкой тут вылезет. Он уже вылезет, выпрыгивает из сковородки. Не подгадил, вроде. Ну, ага. Нормально. Нормально. Он готовится, кушает. У нас тут бутербродики с красной окрой. Салатик. Бутербродики с красной окрой. Вот. И остатки сладкие. Вот Олежек молодец. Куха варит. Я хотела у Олега спросить, как же омлетик? А, ну так, я уже его приготовил, конечно, вкусно. И я тоже уже попробовала. Омлетик просто божественный. Мы тут с мамой опять связываемся. И у мамы тут кошечка наша любимая. Лисонька гуляет по столу. Вот, так что омлетик у нас. Омлетик шикарный. Кушаем. Кушаем тут у нас тут всякая фигня на экране. Для фона и с мамой общаемся. А, картошка. Вот так вот. Дормашнее. Вкусная прикусность. Яйцо. Молодец. Приятного аппетита всем. Спасибо. Ага. Так, ну и что у нас здесь? У нас здесь есть Applebee's. Там есть стейки. Можно покушать стейки. И прокушать Олешкину зарплату на стейках. Далее. Идем в Applebee's. Grill and Bar. То есть там, по сути, должен быть алкоголь. И сейчас туда зайдем. Это мы сейчас вышли на Эммонс Авеню. Который у нас находится недалеко от нашего дома. Нам тут идти буквально минут 5-10. И мы сейчас ищем место, где бы его покушать, чтобы пропить Олешкину зарплату. Боже, какая погода шикарная. Ты что, Олег? Тут закат. Очень красиво. Так, вот это у нас место Эммонс Паус. Нет, это другое место. Это наше любимое с Аидой. Место, где мы всегда любили остановиться, выпить пивка, поесть кольца. Нет, кольца кальмара. И картошку Фрима тут есть, ели. Да, у них здесь есть кальян. То есть можно покурить кальян. Если тебе это интересно, мы можем, давайте посмотрим менюшку в этом месте. Бургер стоит 20 долларов. А что тут еще? Салаты 15-17 долларов. Шримп темпура стоит 18 долларов. Мит, чикен, курица табака 22 долларов. Ребрышки 35 долларов. Ребрышки 35 долларов. Вот, стейк. Тюно стейк 25 долларов. Салмон стейк 27. Вот, вот такое заведение. Здесь рядышком находится еще ресторан, опера, кафе, лаунч. Тут вообще-то и ресторан. И здесь мы с Аидой тоже в последнее время ходили, гуляли и кушали. Здесь хорошие блюда, именно основные блюда. Это уже другое? Это уже другое заведение, да. Они, ну, менюшками, наверное, разграничиваются. Да, вот уже, видишь, следующее меню. Так, и вот мы, к примеру, кино-салат, по-моему, с Аидой брали. 15 долларов кино-салат. А здесь бургеры дешевле, вот, 18. Там 20. Опера-бургеры 18.50, да. Здесь же... Но это заведение мега популярное, на самом деле. Да, здесь прям-прям тут такие... Такой ажиотаж всегда забито просто. Там очень много людей. Да, можно поглазить. Здесь какая-то забегаловка. Да, здесь какая-то забегаловка местная. Вот, а мы идем дальше. Мы хотим с Олегом сегодня и не по мясу, не по бургерам, не по стейкам, а по морепродуктам. Мы тоже мясо. Ну, мясо, но морепродукты. Да. Посмотрим, может, не получится. Вернемся, будем есть стейки. Будем кушать стейки. Будем давиться стейками. Вот, Олег планирует давиться стейками, если не получится, с морепродуктами, да? Если не получится, да, нормально покушаем. Вот так вот мы хотим пропить, проесть первую зарплату Олежки. Да. Так, и у нас здесь на Эмонсе находится Мессис, бэкстейдж, то есть не совсем Мессис, там такое, типа, секонд-хенда после Мессиса продается. И здесь еще у нас есть заведение интересное, где дорого-богато. Сипер, морская перлина, морская перлина. А тут, я думаю, что дорого. Мы ее придержимся. Да. А вот Сипорт-буфет, в котором мы уже были. В одном из своих видео я показывала, как мы там кушали, что-то можно поесть. И вот напомню по ценам, что мы были как раз в выходной. 24 доллара с человека мы заплатили. И безлимитно могли кушать все, что хотели. А там были и устрицы, и мидии, и креветки, и даже клешни краба, как камчатского краба, да. Но сегодня мы, походу, идем вот в такое заведение. Вот в такое заведение мы сейчас идем. Посмотрим, что здесь. Я здесь ни разу не была, хоть я в этом районе живу уже два года. И на Эмонсе практически во всех заведениях была, но в этом заведении еще ни разу не была. Давайте посмотрим. Тут у них есть места. Точнее, мы сразу заходим. Так, это, конечно, вам не опера. В опере тоже дают водичку, дают хотя бы в нормальных стаканах. Нам тут дали воду и пластиковые стаканчики. Ну, такое заведение, конечно. Но что мне нравится, у них обалденные вот такие вот всякие интерьеры, интересные штучки. Вот, и мы тут сейчас будем смотреть. Пиво есть, 7 баллов, пиво это все. Вот сразу надо, наверное, заказывать пиво, сразу заказывать, и я бы ойстер заказала бы. Да, и комбо, 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 комбо. Смотри, вот, комбо тут сразу все есть, и шримпы, и мюсли, и кальмары, и... А, так давай эту тарелку комбо. Комбо, 30 баксов. Давай. Я вообще готов, у меня мягкая, я готов на 10 баксов. Все, начинаем с пива и с этого комбо. Да, потому что там есть все, и устрицы, и шримпы, а не, устриц нету. Устриц отдельно мы еще. Там мидии, шримпы, каламари, а устрицы давай еще отдельно закажем, да? Давай посмотрим, где тут у нас устрицы. Один, где, на кого стереньки. Ну, я там фрайд ойстерс видела, а я хочу просто ойстерс. Так, и устрицы нам сказали, что можно заказать 6 или 12. Вот я, конечно, не знаю, тут по дозам. 6, наверное, это 19 долларов, а 12 это 33 будет стоить. Да, вот так. Так что пиво нам дали, вот такое пиво и тоже пластиковый стакан, пластиковый. Как в ресторане. Как в ресторане. А у нас блюдо стоит 30 баксов за блюдо, идиот. Олег, тут фишка, блин, не в пиве, а в морепродуктах, понимаешь? Ну что, Олежек, за первую зарплату, да. Жалко, не цокаемся, в смысле, не звучит красиво пластик. А у меня ниги тоже не сыпятся с меня. Так что все нормально. Этот ресторан существует с 1932 года на заливе Шипсхэтбэй. Тогда это был еще рыбацкий поселок. Хозяин Сэм и его семья изначально просто продавали свежую рыбу и морепродукты. А потом открыли рынок лобстеров. О, нам уже все принесли. Ничего себе. Ну, это как-то не выглядит на 32 сегодня, смотри. Оно вообще не выглядит. Какое блюдо ты ожидал? Ну, какое. А, ну, не такое, смотрите, какое маленькое. Ну, как-то так, прям, я не знаю. Вот устрицы. Ну, устрицы выглядят хорошо. Вроде как нормально, да. Вроде как нечеток. Так, водичка нам не нужна. Нужно ее подальше. А блюдо сюда лихвостов? Так, салфетки у нас тут. Соус. Сейчас вот они. У нас устрицы. Ну, а что, тронут трубу, а не смотреть. Правильно. Давай. Давай, дегустируй. А ну, мастер-класс рассказывает. Что ты только что сделал? Лимончиком побрызгал. Теперь смотрю, чтобы у нас с ножки было снято. Да, оно уже снято. Это божественная устрица. Серьезно? Это божественная устрица? Угу. Вау. Шикарнейшая они, на самом деле. Шикарнейшая. Правда? Почему? Ну, она очень шикарная. Наверное, одна из лучших, которые я в жизни пробовал. Серьезно? Ребята, представляете? Тут, конечно, сухарики не к месту. Она очень шикарная. Очень шикарная. Вот именно лимончик. Чуть-чуть немножко лимончик. Она тоже тут не к месту. Небольшая вот эта кислородность, она шикарная получается. То есть, вот Олег заценил устрицу. Надо пробовать. Поехали. Ребята, я первый раз в этом заведении. Мы с Аидой, конечно, по этому району очень много в разных ресторанах гуляли, были. И с коллегами я здесь тоже во многих местах бывала, но в этом заведении первый раз. И дело в том, что ранее я думала, что это заведение очень пафосное, но оказалось, оно очень простое, учитывая, что здесь пиво подают в пластиковых стаканах. Но что самое интересное, здесь просто невероятнейшие морепродукты. И они здесь вкуснее намного, чем в буфете. И здесь, самое главное, подают острицы шикарнейшие. Просто, как мой брат сказал, божественные острицы. Три дочери Сэма научились готовить морепродукты по рецептам своей бабушки, и вскоре бизнес набрал обороты. Фирменное блюдо семьи – это жареные кальмары с острым томатным соусом. В 1964 году заведение реконструировали, и тогда родился Рандоза Склем Бар, который существует как семейный бизнес до сих пор. Это миди, смотрите, они аж прям поруют. По-моему, очень вкусно. А ну давай, может, плохий. Плохий, как его называют. Плохий? Ну-ну. Шикарные. Шикарные? Горячие. Горячие, шикарные? Очень шикарные. Серьезно? Оно дома стоит. Вот эту тарелочку поставь туда. А для этих… Да, шикарные. Хорошие, остренькие. Вкусно, горячие, главное. Очень хорошие. С первой зарплатой. Да-да, почти. А вот давай еще одну. Горячок. Ты что? Класс. Класс. Очень вкусно. Мы тут подали очередные ракушки. Пахнут вкусно. Мы заказали клэмс. Но почему-то мы думали, что это клешни. Клэмс. Вот это кхерка. Да, потому что там у них лобстер нарисован, называется заведение клэмс. И мы думали, как бы, что это связано с клешнями, там, лобстера, рака, я не знаю. Моллюски. Моллюски. Да, клэмс, моллюски. Вот. То есть, вот основное блюдо этого заведения. Это клэмс. Вот они клэмс. Горячие. Основное блюдо этого заведения, лимончиком побрызгать, да, обязательно. А, вот смотри, ложечка тут, видишь? Ложечка есть. Я штуплю, это ложечка есть. А, ложечкой. Вот так. Вот так. Раз. Боже, да ты мастер. Смотрите, прям мастер-класс, ребята. Мастер-класс. Как? Горячо. И вкусно. И вкусно? Очень вкусно. Сыры, где хорошие. Где сыры хорошие. Да? А здесь прямо именно есть сыры. Что там по вкусу? Что ты чувствуешь? Сыры и, конечно, моллюски. Очень, конечно, очень вкусно. Вот такое чудесное блюдо. И у Олега тут сложилось основное мнение по поводу этого заведения. Дело в том, что здесь, конечно, вкусно. Много что есть. Хорошие блюда. Да, вкусные. В принципе, вкусные блюда. Но мы считаем, что здесь очень дорого, ребята. На самом деле цены здесь прям, ну реально космические. Да, ну просто блюда не сходится с качеством, цена. Оно, я считаю, не сходится. И вкусно, но это забегалка. Оно не должно стоить 20 баксов за блюдо. Не должно стоить. Ну, то есть блюдо, которое нам подали там с кальмарами, креветками, там еще что-то. Но оно не может стоить сколько там за... 30 баксов. Ну то 30, да. 31 доллар. 31 доллар по этому меню. Это, Аня, мы если бы зашли по соседству в... В буфет. В буфет, в который мы были... Мы заплатили по 20... Сколько? 24 доллара. 24 баксов просто заплатили и ели бы не ограничено. И ели бы не ограничено. А если мы сейчас заплатим уже долларов 150, думаю? Да. Мы еще сейчас не знаем, мы еще что-то... И мы при этом еще даже не наелись. И в этом заведении еще подают лобстеры, но даже мой брат, Олег, сказал, что он здесь лобстеры, да. Не хочет пробовать, только по причине того, что если тут такие цены, то оно того не стоит. И в штате Мэйн я лобстера, целого лобстера съела за 45 долларов. 45 долларов лобстер. А мы тут какие-то мидии едим. А тут какие-то, извините, мидии. Нет, оно очень вкусно. Нет, нет, вкусно. Готовят вкусно. Ну, оно, я считаю, это не стоит. Ну, вот такие вот цены на все эти блюда. Здесь вкусно, но, к сожалению, очень дорого. И пиво в стаканчиках, блин. И пиво в стаканчиках, да. И они получили награду в 2008 году как лучшее заведение Sea Food Winners 2008 год. Вот такое вот чудесное заведение. У нас здесь на Шипсхидбэй, на заливе находятся. И вот еще чек. Во сколько нам это все обошлось. И сумма вышла 142 доллара без чаевых. Плюс чаевые, итого 177 долларов. Дороговато, конечно, для обычной забегаловки с пластиковыми стаканчиками для пива. Вы извините, пиво в пластиковых стаканах. Ура! А после мы пошли в кино на Крепкий Орешек. Что интересно, за 4 месяца пребывания Олега в США мы уже, какой, третий раз в кинотеатре. И вот у нас сегодня сеанс вообще на втором этаже. Я даже не знала, что у нас тут второй этаж есть, да, Олег? В кинотеатре Регал, или как он там называется. Вот так можно посмотреть сверху. Что да как. Тут очень вкусно пахнет попкорном. Уже пришли? Ох, то есть тут получается... А, тут уже реструм есть. Класс. Тут один зал, а нет, два зала. Тут уже два зала, получается, на этом этаже. Ну, вообще круто. Дикольно. Я даже не знала, что здесь есть второй этаж. Я не знала, что здесь есть второй этаж. Что у нас тут? Как бы по афишам. Что-то все такое новенькое, вон вонках. Остальное я даже не знаю, что это такое. Бегкипер, пчелкохранитель какой-то. Бегкипер, пчелкохранитель. Вот. Что там, что там? Ну, это не наш зал. Здесь в кинотеатрах постоянно есть люди, постоянно есть сеансы. Людей очень много. Хотя в зале, если так посмотреть, у нас сегодня сеанс. Мы с Олегом пришли на Крепкий Орешек. Нифига себе, тут даже рекламы никакой нет. Ну, ребята, часа-то нет. А часа-то нет. Ну, люди уже есть. Капец. Че так темно? В этом фильме нам показали тачскрин. А это, друзья, напомню, фильм прошлого века, 1988 года. В 90-х Брюс Виллис был одним из наших любимых актеров. Его можно помнить по фильмам «Пятый элемент», «Армагеддон», «Девять ярдов» и «Криминальное чтиво». Напишите в комментариях ваш любимый фильм с Брюсом Виллисом. А еще в этом фильме снимался тогда еще неизвестный нам Алан Рикман. Тот самый, что играл профессора Снейпа в «Гарри Поттере». Как же его речь даже в этом фильме набивает воспоминания о Хогвартсе. Классический и, наверное, самый известный кадр из этого фильма. Ну и немного вам рождественского боевика. Кстати, в США часто спорят, насколько крепкий орешек рождественский фильм. Но он рождественский, хоть и боевик. Тут даже рождественская музыка присутствует. А вечером у нас такая красота рождественская на Эммонсе. Вот так вот у нас здесь все украшено на Эммонсе по вечерам. Все в оконях, все празднично. И спасибо, друзья, что смотрели. Поддержите наш канал лайками, комментариями и подписками. И с наступающими праздниками. Всех вам благ, мира и добра. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok